Друзья, всем привет! Меня зовут Алмиор. Это видео, наверное, больше для новичков будет. Те, кто только начали играть в игру на вермитере, или думают начинать или нет. Для тех, кто уже играет, оно может быть не особо актуальным, но в принципе может что-то полезное вы для себя и почерпнете. В этом видео мы будем разговаривать про VIP, стоит ли его брать или нет. И я расскажу немного про камни и прочее. Что вам даст VIP, какой принесет пользу. И все остальное. Давайте перейдем к самому VIP. Что нам дает VIP? VIP дает нам очень много плюшек. Соответственно, чем выше ранг, тем выше различные плюшки. У меня ранг 8. Почему 8? Потому что 8 ранг мне дает отсутствие платы за выставление лота на аукцион. Это самое основное, что мне нужно было от VIP на текущем моменте игры. Потому что я приторговываю на аукционе и если что-то очень дорогое туда выставлять или постоянно снимать лот и ставить там, снижать цену, повышать цену, смотреть за уровнем рынка, то каждое выставление лота тратится на это астральные бриллианты. А если отсутствует, соответственно, плата за выставление лота, то проще заниматься тем, чем я занимаюсь. Далее, перейдем к первому уровню VIP. Скажу сразу, мое мнение, что VIP обязательно нужно брать хотя бы первый ранг. Для тех, кому понравилась эта игра, он собирается в нее играть хотя бы более 2-3 недель. Почему? Потому что VIP стоит не очень-то и дорого. На рынке Zen это всего лишь месяц пробный тысяча стоит. Это вообще копейки. Первый раз можно задонатить, дальше вы будете на него зарабатывать в самой игре. Это не проблема абсолютно. Но первый раз, даже на 5-10 уровне, я советую взять сразу же VIP, как только начали играть. Особенно для тех, кто качается не быстро, не там потихонечку, в течение 2-3 недель, собирается взять там 60-70, кто не торопится. VIP, он очень сильно поможет в этой игре. Что он дает? В первую очередь он дает 10% к опыту. Во вторую очередь, или даже в первую очередь, ну кому как, он дает на учетную запись один зачарованный ключ в день. В зачарованный ключ в день вы можете открывать вот такие сундучки. Они вам будут падать, там не помню, с 15 уровня вроде бы. Вот. И будут падать их много. Вот как раз-таки эти зачарованные ключики. Один ключик, как видите, стоит 125 Zen. VIP стоит 1000 Zen. То есть VIP стоит как 9 ключей, да? Даже не 9, 8 ключей. VIP стоит как 8 ключей, а он дает вам 30 ключей. На 30 дней дается VIP. Вот у меня на 107 дней. То есть вы можете брать 1 месяц, потом еще 5 месяцев. Они будут здесь собираться эти дни, ранги расти. И это не страшно. Вы не потеряете ничего. Вот. Вы за этот ключик открываете сундучок. Вам может выпасть что-то очень редкое и очень дорогое. Да? Ну, оно понятно. То, что выше, то падает реже, но оно стоит дороже. То, что ниже, то падает чаще, оно стоит дешевле. Но самое главное, что вам с каждого сундука открытого будут падать тормолунские слитки. За тормолунские слитки вы будете покупать себе камни. Вначале, на низких уровнях советую вам покупать себе камни. Где находится магазин тормолунских слитков? Открываете инвентарь, заходите в валюты. В валютах здесь есть, вот, потратить. Тормолунские обменные слитки. На высоких уровнях вы за них будете брать полные катализаторы. Они будут вам давать 100% шанс улучшения камней. Про это чуть дальше расскажу. Но самое главное, вам на низких уровнях, когда у вас появятся слоты под полезность в шлеме, в перчатках и в ботинках, по ножам, там слота идут на полезность. Вам нужно будет туда вставлять вот такой вот камушек. Желательно седьмого и выше уровня. Они стоят всего ничего по 6 тормолунских слитков. Соответственно, на низком уровне, когда вы откроете один сундук, там может от 8 до 12 слитков за каждый открытый сундук падать. То есть за пару дней вы себе в эти 3 шмотки вставите эти волшебные камни. Они каждый дают по 11 получаемому опыту. То есть вам дает VIP 10 к опыту, плюс каждый камень. Это под 3 слота будет давать еще 33 опыта. Это 43% опыта. Это практически в 2 раза ускорит ваш кач. То есть вы некоторые локации будете просто перепрыгивать, потому что вам не надо будет туда идти, будете обгонять по опыту. Что еще хотелось бы рассказать про полный катализатор на высоких уровнях. Некоторые начинают делать, мне кажется, ошибку, начинают сразу же собирать на полный катализатор. Если вы качаетесь, повторюсь, еще раз, медленно, не торопитесь, то вам не стоит собирать сразу же на полный катализатор. Тем более на продажу их. Почему? Потому что вам нужно будет делать камни в оружие. Сейчас я покажу. Вот в оружие. Камни, которые улучшают ваш домах. Или камни в броню, которые будут воскрешать вас в стойкости души. Есть еще куча различных камней. Это уже отдельная тема. Возможно, я создам это видео, возможно, нет. Можете поискать в интернете. Я думаю, на эту тему очень много информации и на форумах, и везде. Почему нужен полный катализатор? Вот смотрите, вы выбиваете или покупаете у торговца. Вот такие торговцы есть на площади, есть в локации Долина Ледяного Ветра. Вы сможете у них покупать, ну, в принципе, на высоких уровнях, да, за вот такую валюту. За данжи будете проходить. Вы можете покупать вот эти осколки волшебных камней. Чтобы соединить осколки в камень, вам нужно 4 осколка. 4 осколка. Соответственно, 1 вы типа улучшаете, и 3 дополнительно как реагенты идут. Но шанс крита, чтобы улучшить, у вас всего лишь 1%. То есть вам нужно, чтобы не потерять вот эти реагенты, вам нужен катализатор сюда. Катализатор есть страхующий, зелененький. Вот они вот так выглядят. Они тоже продаются на затормолонские слитки. Они вам не улучшают вероятность улучшения. Они вам просто страхуют реагенты. Соответственно, вам нужен синий катализатор. Если вы сюда вставляете синий катализатор, у вас вероятность улучшения 100% становится. То есть все реагенты, которые у вас здесь будут, они никуда не исчезнут. А сразу же вы получите камень, нужный вам. Поэтому нужны синие катализаторы. Но это уже тоже вам пригодится, скорее всего, только на высоких уровнях. По поводу персонажа. Есть еще один такой момент, хочу вам посоветовать. Когда вы дойдете до 60 уровня, у вас еще появится возможность ожерелья и пояс вставить камни на полезность. Это еще даст дополнительных 22% к опыту. Где взять эти вещи? Вещи. Заходим на аукцион. Заходим на аукцион. Экипировку. Выбираем 70, не 70, а 60 уровень максимум. И самое главное, ставим тип волшебного камня полезность. Выбираем шею или талию. Нажимаем поиск. Вот такое вам выпадает сразу с поиска поясла тандера. Пояс латандера. Он дает вам слот на полезность. То же самое шея. Пласть латандера. Тоже слот на полезность. Он еще дает класс защиты. В принципе, неплохие шмотки. Эти две вещи, ну, соответственно, вы видели по сумме, вам где-то надо 19 тысяч бриллиантов скопить. Как появится, лучше даже заранее купить эти две вещи, потому что рынок не постоянен. Может дорожать, может дешеветь. Вот эти две вещи вам дадут дополнительные 22% опыта. Скажу вам так, что до 60 уровня качаться быстрее, чем с 60 по 70. И эти дополнительные 22% они вам дадут очень много. У вас изначально будет, если вы возьмете VIP, у вас изначально будет за VIP 10%. 33% за те шмотки, что я говорил. Это шлем, тапочки и наручи. Это 33-43. И, соответственно, 22% это будет 60-65% к опыту. Это, в принципе, хорошая прибавка. 65% опыта. Я советую ее брать всем. Помимо этого, еще можно найти вот такие свитки на опыт. Это дополнительная. Вот здесь будет у вас появляться шкала. Ну, соответственно, как за отсутствие в игре, то же самое она накапливается. Дополнительный двойной опыт. Соответственно, если использовать вот этот свиток на 100 опыта. Да, ну, у меня он сейчас задействованный. Нет, вот, смотрите, видите, добавилось. То это еще дополнительные, скажем, 50% к опыту. То есть, получается, 50 плюс 65. Это более 100% к опыту. Где взять эти свитки? Их можно получить за коды. Бонусные коды к игре. Как вводить эти коды? Где их взять? Сейчас, насколько я знаю, рабочих кода только 2. И есть еще сайт, где регистрируюсь. Вам третий дает код. Это, получается, 3 свитка. Это я сделаю отдельное короткое видео. Там будут и коды, будут, как их вводить. Так что следите за новостями на нашем видеоблоге YouTube. Там будет информация. Ну, вроде бы все сказал, ничего не забыл. Кому понравилось видео, кому показалось им полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будем делать еще ролики. Всем пока-пока.